Добрый день! Мы на этой неделе читаем недельную главу ТЦВ. И сказано в нашей недельной главе «И сделай твоему брату Аарону священные одежды для почета и великолепия. И поговори со всем мудрым сердцем, которых я наполнил духом мудрости, чтобы они сделали Аарону одежды, чтобы отделить его и сделать моим священником. И вот одежды, которые они должны были сделать. Хошин и Ифот и Меиль и Ктонет и Тюрбан и Пояс. И это здесь перечислено шесть одежд Койна Адоля. И еще две Микносайм и Циц. Здесь не перечислено. Всего восемь одежд, которые отличали Койна Адоля от простого священника. Здесь употребляется слово «одежда» как перевод понятия «бэгэт». И это скоро нам понадобится. В целом, глоба описывает подробно одежды первосвященника и простого священника. И нужно отметить, что такое пристальное внимание Всевышнего к одежде вызывает у нас недоумение. Чтобы понять это, нам нужно взглянуть на глубинную суть одежды. И нужно начать с общего взгляда на две составляющие в человеке – души и тело. Отправляясь в космический полет, космонавт облачается в громоздкий тяжелый скафандр. И назначение скафандра понятно. Он обеспечивает жизнедеятельность человека в космосе. Однако никто не станет утверждать, что космический костюм человека и человек внутри представляют одно целое. Каждый видит различия между ними. Наше тело – это такой же скафандр, обеспечивающий существование души в материальном мире. В том и состоит его техническое назначение. Без такого костюма для души мы не могли бы жить. Сначала у Адама и Хавы было только тело и душа. До своего греха они не ведали стыда и поэтому не нуждались в одежде. И об этом сказано в Торе в главе Берешит. И были они оба ноги, человек и его жена, и не стыдились. Они знали, что душа – это сущность человека, а тело – это лишь скафандр. А не стыдились – это перевод понятия «ло ид башешу». И это, как и Бэггет, нам тоже уже скоро понадобится. И вот первый в мире грех затмил это превосходство души над телом. Тело стало более заметным, на него стали обращать внимание. И тогда же появился и стыд, желание скрыть свое тело, которое вдруг приобрело необоснованную ценность. И поскольку душа невидима, а тело есть видимая глазу оболочка, для многих все более и более стало вообще непонятно существование души. Люди все больше стали идеализировать тело, отводить ему главную роль. И к временам греческой империи культ тела достиг максимума. Тогда появилась Олимпиада, а существование души и ее влияние на человека стали вовсе высмеиваться. Вследствие появления этой значимости тела, перед Творцом возникла новая на тот момент задача. Следовало выделить значение души и подчеркнуть, что тело не является самостоятельной ценностью, что у него лишь одно назначение – обеспечить жизнедеятельность души. Для этого появилась одежда. Одежда, закрывая тело, призвана переводить внимание с видимого внешнего объекта тела на внутренний мир человека, на его духовность, на невидимую бесплотную субстанцию под названием Нешама – душа. И это было изначальным смыслом одежды. Ведь, как было сказано про Адам и Хаву, они сначала не стыдились, лоид башишу, а потом, когда да стыдились, появилась одежда. Одно из значений одежды на иврите – левуш, это лобуш, не стыдались, чтобы не было стыдно. Но скрыть тело – это лишь поверхностная функция души, одежды. Главный ее смысл – это нивелировать тело и поднять значение души. И в этом, в иудаизме, выражается в целом скромность внешнего вида и одежды в частности. Это был большой урок для нас сегодня. Не тело и не одежда должны притягивать в человеке наше внимание, а душа. И одежда – это то, что реализует этот план Всевышнего. И говоря о скромности внешнего вида и одежды, в иудаизме, в первую очередь, говорят применительно к женщине. И это не случайно. В современном обществе к женщине относятся порой лишь к объекту физического вожделения. И все внимание поглошено лишь тем, что видит глаз ее телом. Еврейской женщине такой статус не к лицу. Своим обликом и манерами она должна прежде всего появлять свою внутреннюю духовную красоту. Ибо, как сказано в Торе, вся слава царской женщины внутри. И именно поэтому, в соответствии с законом Торы, одежда еврейской женщины должна прикрывать большую часть рук и ног. И тем более минимальный должен быть вырез на груди и, конечно, покрыты волосы. И цель, как мы сказали, двоединная – скрыть тело, увести от него внимание и направить его суть на внутренний мир. Естественно, при этом, чтобы выполнять эту функцию, сама одежда должна быть простой и скромной, чтобы не забирать лишнее внимание на себя. А вот, что говорит Галаха, Китсуру Шулхан и Рух, который, кстати, есть на русском языке, сборник еврейских законов. Тора предписывает нам быть скромными, как сказано, не ходи скромно с твоим Богом. Не следуют обычаям ни евреев, не стараются походить на них ни в одежде, ни в прическе, ни в других такого рода вещах. Как сказано в Писании, не ходите по обычаям других народов. И сказано, по их обычаям не ходите. И сказано, остерегайся, чтобы не споткнулся ты, идя за ними. Если есть такая какая-то одежда, которую выбирают не евреи из-за того, что она указывает на гордыню и развращение, пусть евреи не делают этого. И напротив, пусть их одежда указывает на смирение и скромность. И это сказано в сборнике Медрошей Сифрей. Пусть не говорит человек, раз они ходят в пурпуре, я тоже буду ходить в пурпуре. Раз они носят мечи, я тоже буду носить мечи. Все это проявление гордыни и не такой удел Якова, а удел его быть скромным, не уклоняясь к гордыне. И должен отличаться от них одеждой, разговором и другими внешними признаками, как он отличается от них своей философией и взглядом на мир. Как сказано, я отделю вас от всех народов. И не следует носить дорогую и яркую броскую одежду, чтобы не возгордиться. С другой стороны, недопустимо, чтобы одежда евреев была убогой и грязной, так как это позорит его в глазах окружающих. Но пусть будет его одежда чистой и опрятной. Да, достаточно понятно. Но вернемся к другому значению слова одежда, к тому, которую подробно в нашей недельной главе. Бэгет. Корень этого слова. Бэгет – это корень мы встречаем каждый день, когда говорим Таханун. Читаем молитву Таханун. Мы бьем себя в грудь и говорим о Шамну, Богадну. Богадну мы обманывали, мы были вероломны или изменяли. Перевод зависит от издания Сидура. Но вспомним, как сказано в отрывке, который я прочитал в начале. «И сделай священной одежды, Бигда и Койдаш, Аарону, брату твоему, для почета и великолепия». Оказывается, одежда может подчеркнуть, усилить, а иногда добавить то, чего нам не хватает. Вот, например, Койна Гадоля специальная одежда отличала от простого Койна и добавляла ему почета и великолепия. Мы знаем, как меняется наше настроение и ощущение себя при смене одежды. Одевая простую одежду, мы чувствуем себя просто, обычно, буднично. Когда мы приходим нарядные на свадьбу, в хорошем костюме или платье, то чувствуем себя приподнятыми, важными, идем по-другому. Мы даже можем обмануть наше внутреннее состояние. Именно в этом смысл рекомендации, когда потерял деньги, купи хороший костюм, подними себе настроение, начни выглядеть по-другому и начнешь чувствовать себя по-другому. Уйдет депрессия, придут правильные мысли, как снова заработать, как подняться. И также важно, и как ты выглядишь в глазах окружающих. Нельзя опуститься и ходить, как бомж, даже если это такое внутреннее состояние, упадничество или безысходность. Наши мудрецы, транслируя волю Бога, и знают эту способность одежды создавать нам хорошее настроение, обязывают нас одеть особо красивые одежды на шаббаты и праздники. И вот об этом снова пишет Шулханарух. Человек должен постараться достать себе красивую одежду и красивый талит в честь шаббата, как сказано, и почитай его. И так объясняется этот стих. Пусть твоя субботняя одежда не будет похожа на будничную. И даже если человек находится в дороге, среди неевреев, все равно пусть наденет субботнюю одежду, поскольку она надевается не ради тех, кто видит его, а ради шаббата. И про праздник, по отношению к праздничной одежде, еще сказано. А также одежда для Йомтова должна быть лучше, чем для шаббата. И комментарии объясняют, что такая красивая одежда, это то, в которой идут на прием к царю. И в этом есть как прямой смысл, то есть так ходят к руководителю государства в твои дни, так и намек на царя всех царей. Одежда должна поднять нам настроение, одежда должна помочь нам выделить шаббат и праздник по отношению к будням для нас и для окружающих, и в первую очередь для Бога, потому что Он так повелел. Вот такие вещи скрываются в словах Левуш и Бегет. Еще раз помним, что мы сказали выше, исконно-посконный смысл одежды – скрыть тело, высветить душу, а значит быть неброской и скромной. Ну и женщинам нужно задуматься, в чем они видят свое главное царское достоинство. А мы по их одежде будем понимать их самооценку. Прохава от слоха. Хорошего окончания дня. Остаемся и дальше в поисках смысла.